девочки всем большущий привет из норвегии приятного времени суток у меня на канале и канал мы посвящен косметики а также такой замечательной стране как норвегия потому что я проживаю уже здесь довольно длительный для меня период три года и сегодняшнее видео будет посвящено моим покупкам косметическим покупкам за июль месяц июль месяц выдался очень урожайным почему потому что это сезон скидок но скидки продолжатся в августе и скидки уже достигнут 70 процентов кто следит за ними но наверное не на косметику на косметику здесь нужно ну например здесь в норвегии нужно отслеживать скидки могут быть и в октябре и в декабре и в марте то есть ну как получится как говорится как карта ляжет и в этом месяце я прежде всего купила вот такие замечательные наборы которые вы видите они уже были со скидкой и была такая акция в одном из магазинов я не буду называть магазина их название почему потому что ну как бы не очень актуально для жителей российской федерации и украины или белоруссии откуда смотрят меня в основном мои подписчики ну так вот была очень большая скидка на эти наборы и плюс еще когда я зашла в магазин там была акция два по цене одного на продукты которые уже со скидкой ну и нужно было естественно взять ну мне взять конечно 4 продукта я с удовольствием и взяла почему потому что ну как говорится готовься они летом хочешь не хочешь а скоро будет рождество и нужно будет что-то дарить поэтому это подарки женской половине моей семьи а именно заловки и моей патчевицы ну я купила конечно и себе любимой по наборчику такого к сожалению набора не было в большом количестве он был один а вот эти вот замечательные наборы с запахом бергамота и бейлифс я не помню точно как переводится бейлифс английского языка это замечательные наборы для душа и вот не буду вскрывать вот когда я начну пользоваться тогда уже и очень подробно расскажу о них ну а производитель это urban barn английский производитель я честно говоря вот живу здесь в норвегии вот ну такие какие-то здесь бренды мало знакомые мне попадаются в основном я заметила что это бренды британские что конечно очень хорошо или вот например такой бренд как бейлис хардинг и здесь тоже в основном средства для душа в общем для ухода и вот видите здесь 90 крон это уже цена со скидкой и плюс если вы берете два продукта два продукта будут по 90 крон несмотря на то что один раньше стоил 90 еще раньше они по 300 крон были то есть это просто замечательная цена я думаю что никто бы из нас мимо таких замечательных предложений мимо бы не прошел также купила я своего любимца а это вот такой сухой шампунь от батис но только уже а большой объем 300 миллилитров то у меня были не очень большие объем очки вот например сейчас я пользуюсь вот таким батистом в объеме 200 миллилитров ну а на смену ему придет вот такой экземпляр довольно таки большой и увесистый следующие продукты для волос была тоже акция 2 по цене одного по скидке это шампунь дав и так они тоже были со скидки со скидкой но нужно было и можно было взять 2 и как это выразиться это получилось бы 70 процентов да они стоили бы я очень люблю марку дав и как уход и как средства для волос и для лица мне очень нравится поэтому взяла с большим удовольствием также мне очень понравился такой скандинавский бренд который не представлен конечно в российской федерации например это define очень прекрасные средства они стоят без скидок довольно таки дорого и я стараюсь всегда отслеживать какие-то акции чтобы их в очередной раз купить еще одни один неизвестный мне бренд new neutra fix шампунь с кератином это тоже производитель на производитель здесь made in в евросоюзе произведено а вообще это бренд британский ну пас посмотрю не знаю я без понятия что это за шампунь что это вообще за бренд за такой но подозреваю что довольно таки неплохой затем опять же большая была скидка на вот такой лосьон для тела softening body large лошин и тоже какой-то производитель спа эксклюзива ну не знаю что это за такие такие бренды такие названия какие-то но буду пользоваться затем это вот уже норвежский производитель доктор гриф и это и это средство которое на 98 на 97 процентов состоит из экстракта алоэ но что-то похожее на холика холика когда-то у меня был не пользовалась еще посмотрю тогда скажу свои отзывы хотя зачем говорить эти отзывы если не смотрят меня люди проживающие здесь норвегии на может быть и смотрят для лица я купила вот такое молочко от дуглас не знаю тоже подозреваю что очень хорошая косметика от дуглас мне раньше нравилось но у нас в норвегии нет этого производителя вернее не они не производителя нет этого магазина который очень широко представлен в странах евросоюза дальше но вообще у меня молочко для лица закончилась и не получается никак приехать конечно в россию поэтому пришлось затариться здесь два молочка купила один от невея один в объеме 200 миллилитров 2 125 один для удаления макияжа с глаз а второй просто для лица ну косметика от невея мне тоже очень нравится здесь поставлю очень нравится и для меня она вот если так говорить как говорится по чесноку ну я не вижу особых отличий между косметикой уходовой невея и косметикой дав еще один неизвестный производитель это херпа херба медикус это бальзам для ног с экстрактом эвкалипта тоже большая скидка на него была маска для лица berry smooth moisture is in pill mask это слушайте но показываю вам а сама ну я правда не знаю этих брендов этих вот купила здесь почему потому что рассчитывала очень на уход из россии но как повторюсь не получается приехать в россию поэтому и ну может быть это и к лучшему поэтому перехожу на вот такие незнакомые мы мне бренды вот например вот эта маска для для лица которые вам показала она маска пленка я так подозреваю увлажняющая а что за производитель я не знаю и знаете пришла я в такое смятение потому что следующие марки тоже я не знаю это xb xp бадик я просто думаю ну тоже производитель великобритания это органовое масло входит здесь в состав может быть они продаются россии я не знаю но буду пробовать это крем для рук я целую линейку купила зашла в такой магазин как рюста и там очень много продуктов было от этого производителя поэтому опять же повторюсь затарилась это тоже на и 3p serum serum ночной от этого же производителя с органовым маслом и это масло для кончиков волос наверное правильно для кончиков волос а может быть и для всех волос наносить попробую попробую расскажу затем и знакомого попался мне вот такой баттер для губ от невея у меня когда-то был с из ванилином и с малинкой ну вот захотела взять еще раз и мне этот бальзам очень помню вернее не бальзам а масло очень нравилось особенно на период на период зимы так дальше с очень большой скидкой попался мне вот такой аромат туалетная водичка от beyonce shimmering heat но на самом деле это название beyonce shimmering heat а производитель это мой моя любимая марка cutie cutie это я вспоминаю что это здесь написано что произведено в испании а вообще cutie очень такая марка распространенная в соединенных штатах америки вы знаете я эту водичку купила исключительно для употребления дома но когда ее чуть-чуть протестировала решила что все таки это будет наверное и такой аромат но не на выход а все таки куда-то его можно будет в люди наносить на себя окно теперь косметические продукты декоративная косметика и здесь не могла я пройти опять же без без внимания не уделив внимания вот такому бренду как в сэвен это палетка палетка закос под urban decay называется эта палеточка blazing как одна из моих подписчиц которую зовут лесен рюда пани по моим по моим рекомендациям по посмотрев мои мои видео она загорелась купить вот эту коз заказать косметику в сэвен и купила зайдите на ее канал посмотрите обзор на эту косметику она знаете в таком недоумении была потому что цены на эту косметику были дешевые вы знаете я была очень удивлена когда обнаружила что эта косметика продается и в россии и леся рюда пани заказала ее в магазине литуаль ну знаете я вообще вот такие вот оттенки такие вот оттеночки я как-то не очень люблю они здесь такие больше коричневые ну даже не коричневые а есть коричневые здесь но больше все таки здесь бордовых таких оттеночков я как-то ну не то чтобы осторожно как-то отношусь но но если что-то попадается мне с красненькой то как-то аккуратно стараюсь использовать данные оттенки ну а тут цена была ну просто 30 крон 30 крон это вообще знаете для норвегии это ни о чем потому что билет например из нашего населенного пункта стоит в драман если поехать рядом расположенный круг крупный город то это будет стоить 50 прервалась немножко вот и ну сначала мы видим такие не очень яркие оттенки но затем оттеночки становятся более насыщенные в этой палетке они пыли в пылючие но вот это вот косметика она довольно таки стойкая живете такие более яркие оттеночки пошли и что вообще хочу сказать про косметику в сэвен девочки если вы на сайте летуаль загоритесь купить эту косметику а леся например покупала палетку всего что-то там 200 рублей с чем-то она стоит 300 грубо говоря было даже говорит скидка на нее вот то ну в принципе палетка ей понравилось да но я вообще вам рекомендую все таки ее тестировать если она это это косметика есть в продаже в обыкновенных таких сетевых магазинах каких-нибудь я рекомендую все таки и протестировать а затем покупать поэтому присмотритесь к этому бренду это очень классный бренд очень бюджетный и очень популярны здесь в норвегии почему потому что ну знаете особенно популярны среди молодежи и впервые с этим брендом познакомилась через свою падчерицу через ее подружек я смотрю у них у всех этот бренд в косметичках ну и как-то думаю дай-ка я себе что-нибудь куплю и купила и потом еще один продукт купила и 2 как говорится и 3 очень понравился мне этот бренд и вот сейчас я на него ну не то что налегаю но изредка покупаю и повторю что 30 крон стоила эта палетка это очень дешево если на наши деньги перевести это где-то 210 рублей 210 рублей вот такая вот красотуля я считаю что очень даже неплохо присмотритесь к этому бренду так что еще и купила купила я вот такую палеточку от viva ladiva это палетка для контурирования бровей к сожалению этот бренд viva ladiva я так думаю что он не будет больше продаваться в норвегии а может быть и будет но на сайтах его можно еще встретить а вот в магазинах где он продавался этот бренд там что-то все по 40 процентов по 50 процентов и я так подозреваю что скоро все-таки его продавать здесь не будут это шведский бренд вот я не буду тестировать эти замечательные продукты но вот если знаете проводить какие-то аналогии между брендами такими как viva ladiva и v7 то я бы наверное v7 сравнилась с с санс бренд этот бюджетный и подходит тем кто начинает знакомиться с косметикой то есть молодые девушки или те кто ограничен в финансах тому essence и v7 а те у кого денежонок побольше тому конечно подойдет подойдут такие бренды как catrice и viva ladiva потому что они немножечко подороже уже будет и качество получше и вот вот этот вот бренд знаю что на украине продаются а вот что касается россии не знаю но тоже если будет я прям вот рекомендую хорошие у них продукты так дальше не могла я пройти мимо вот так вот такого наборчика от лореаль это палетки состоящие из хайлайтеров номер оттенок номер два у меня 0 1 оттенок сейчас в project пенни и здесь ну тоже была скидка 100 крон хотя он и это где-то на русские деньги 700 рублей так хотя мне кажется он и без скидки стоит также ну вот захотелось мне купить этот наборчик потому что понравились очень хайлайтера здесь тоже информация идет почему они немножечко уценили его и сколько он без уценки стоит что-то у меня времени не было смотреть поэтому я как-то пробежала очень быстро по такому магазину как h&m и увидела не было у меня особо времени рассматривать что-то и увидела этот набор быстренько его схватила видите какая красота и осталась очень даже довольна этим набором буду пользоваться с большим удовольствием такая красота ну как можно пройти мимо следующий продукт продукт который есть практически уже наверное у всех это вот такие вот не румяна хайлайтер вот такой вот в этом wild в оттенке е321 б значит это самый такой незаурядный хайлайтер ну вот захотелось мне я недавно смотрела у моей подписчицы таня к бьете из киева видео о косметичке в отпуск и вот там она говорила о том что по истечении определенного времени этот продукт но у нее шампанское оттенок и вот он начинает приобретать такой химозный химозный запах но я очень так принюхалась внимательно к этому хайлайтеру никаких запахов пока нет может быть появляется со временем ну вот захотелось мне не не очень нравится косметика от в этом wild я считаю ее таким довольно таки бюджетным и не очень качественным брендом но последний продукт а мимо которого я не могла пройти мимо и опять же до недавнего времени незнакомый бры мне бренд л и керл это но такая палеточка от л и герл опять же если проводить аналогию то это где-то будет ну примерно равносилен этот бренд бренду essence я тоже была не знакома с этим брендом производства китай но бренд сам американский это такая вот палетка которая называется блэшит бэйби значит здесь вот такие оттеночки у блэшит бэйби ну вот захотелось захотелось не могла пройти мимо и купила и буду наслаждаться вот этими румяшками очень красивые такие нежные оттеночки даже вот этот вот коричневый он но он не коричневый какой-то вот знаете такой камера не очень хорошо передает вот что-то такое вишневое в нем даже есть с вишневым таким переливом вот такая палетка замечательно наши baby ну вот такие покупки были приобретены мною за июль месяц я очень довольна своими приобретениями и буду с удовольствием ими пользоваться девочки хочу закончить свое видео на такой оптимистичные нотки это мои пустые баночки которые у меня собрались ну наверное за полгода точно за первую половину 2020 года ну и конец девятнадцатый чего уж там лукавить что-то я их не выбрасывала у меня даже муж говорит отчего говорит у нас они у тебя лежат как-то полез там в шкафчик они как вывалились все отчета говорит любуешься ими что ли почему не выбрасываешь а я даже и не знала что ему ответить на это и говорю нот ты выкрутилась как говорится ему говорю ты говоришь мне что я все время покупаю косметику опунули как бы знаете он ничего против не имеет он сам играется во многие игрушки такие взрослые касаемой техники вот и поэтому он не против когда я покупаю себе вот эту красоту лишь бы у меня настроение было хорошее как он всегда говорит но и он думал что я вот просто как бы нравится мне перебирать эти пустые баночки но на самом деле я и я даже не знаю что что ответить на этот вопрос но просто хочу вам показать что то вся косметика которую я покупаю которую мы покупаем с вами она иногда заканчивается и образуются вот такие вот горы пустых баночек которые мы показываем своих видео делимся своими впечатлениями может быть даже где-то и рекламируем эти продукты а затем а с легким сердцем расстаемся с ними и выбрасываем их в мусорное ведро что я сейчас с большим удовольствием и сделаю всем большое спасибо за просмотр моего видео если вы досмотрели до конца ставьте лайки иди или дизлайки если вам не понравилось мое видео и мы с вами увидимся в моих следующих видео всем пока пока